Смотрела приколы, как голосомолисы девушки разговаривают по телефону. И я такая сейчас. Ну что, посмотрим, что мне приехало из золотого яблока. Так, открываем сундучок. Чемоданчик, точнее. Что-то интересненькое. Гидролат, шампунь, дезодорант. Смотрим. Шампунь для укрепления и уплотнения волос. Морфоза Special Anti-Hair Loss Shampoo. Волосы становятся напитанными, здоровыми. От корней до самых кончиков. Турецкий шампунь. А любовь и любовь. Золотая лестница, золотая лестница без феерин. Открыла, друзья, на сайте посмотреть цены. Вот он, значит, шампунь этот. Он стоил без акции 686, а по акции 248. Нормально же, скажите? 300 миллилитров. Ну посмотрим. Главное, чтобы он действовал, да? Чтобы он у меня волосы выпадают. Ой, какой ты маленький. Я думала, больше. Смотрите, гидролатик. На работе буду им пользоваться. Французский. Ничего себе. В качестве тоника для лица. Нероли дорогое эфирное масло, которое получают из цветов померанца. Если я правильно помню. И не обманываю вас. Запах максимально на любителя. Думаю, что многим не понравится. Так. Будем пользоваться. Хороший состав. Что здесь у нас? Подходит для всех типов кожи. Мягко увлажняет. Нормализует жирность. Вот это хорошо. Это мне надо. Заботливо очищает. Способствует сужению пот. Помогает бороться с признаками купероза. А что такое купероз? Я не знаю. Что здесь еще у нас? 100% натуральных ингредиентов. Но я говорю, если будете покупать, там есть другие. Не только Нероли, но и всякие разные другие ароматы. И дезодорант с хорошим составом. Мне захотелось не роликовый, не шариковый. Не шариковый, не роликовый. А вот такой спрей. Дезодорантик. Без газа. 0% алкоголя. Не содержит алюминия. Ну, все как положено, да? Кто ты? Страна происхождения. Смотрим, откуда это у нас такое сокровище. Италия. Я до этого покупала Clorans. Но он капец какой дорогой. Поэтому я просто выбрала с хорошим составом. Гидролатик. Не 775, а 351 рубль. Со скидкой. И то он, ну, дорогой, я считаю, да? Смотрите, 50 миллилитров всего. А это дезодорант. 779 вместо 1541. Посмотрела скидки и состав, чтобы был хороший. Первый раз заказ доставляла девушка-курьер. Первый раз в жизни. Ко мне приехала девушка-курьер. Я ей дала чаевые. Она очень этому обрадовалась. Это не то, что девушка, и поэтому я дала чаевые. До этого, помните, в Дикси купила арбуз. Привез парень. Пакет был очень тяжелый. Поэтому я ему тоже оставила чаевые. То есть, если... У меня есть наличка. Есть очень тяжелые пакеты. Я считаю, что достойно того, чтобы дать чаевые. Но здесь у девушки вообще не тяжело было вот это вот донести. Это не тяжело. Но просто захотелось сделать приятно. Мои друзья, мы снова с вами на полу. Потому что здесь присутствует миссис Дынька. А ее на стол утягать я не хочу. Так, где накладная наша? Акт приема передачи. Не поняла. Дикси, по-моему, всегда кладет. Но не в этот раз, что ли? Блин, забыла, что я здесь перемешиваю. Здесь у меня быстро показывают Дынька. Мини перемешиваю. Сибирской коллекции мини со сливками. Далее. Вот такая рыбка. Тягала все это наверх женщина. Я не успела достать чаевые. И потом думаю, ладно, в приложении оставлю. В приложении захожу, нет такой возможности. Думаю, окей, оставлю в Яндекс. Захожу в Яндекс доставку. Ну, в смысле, это такси, Яндекс такси. Там тоже нет такой возможности, представляете? Она прям, я видела, что ей было тяжело. Очень жаль, что нет такой возможности. Так, филе камбала желтоперое. Категория А. Такая. Потом супец. Ну, не хочу. Вот, не хочу и все без объяснений готовить. Потом приготовим еще. Надеюсь, не последний день живу. И еще успеется, да? Клюковка. Две штучки на этот раз есть. Так. Мацони. Кисломолочный продукт. Мектаришечки мои. Очень хочу мектарин. Мангол. Один штука. Риетик. Лососевый с каперусами. И укропом. Так, все, да? Сейчас надо будет проверить, все ли привезено. По-моему, все. А у меня заказ приехал с Кусвил. Аквабена мне не очень понравилась. Она заканчивается, заказала сенежскую. Я-то, помните, всегда говорила сенежская, а в рекламе сказали сенежская. Сенежская, нежная от природы. Ну, как-то так. Оксана приедет в гости, поэтому пирожное, картошка. Вот такое. Не ела сто лет. Я бы себе там, знаете, заказала какое-то, ну, что-то такое, кремовое, бисквитное. Нет, не бисквитное даже, а больше вот именно что-то с кремом. А Оксанка, она любит шоколадное. Я-то себе-то не стала бы заказывать, поэтому то, что она приедет, решила заказать вот такое вот. Маловато, конечно, 180 грамм, но ладно. У нас еще сегодня на мероприятие поедем, поэтому, может быть, там еще в кафе зайдем, в ресторан. Посмотрим по времени, по настроению. Куриные. Вот такие вот. Мышечные желудочки. Давно субпродукты не ела, надо поесть. Такая черешня, 500 грамм. Я думаю, что она очень вкусная. И вот такое вот не очень аппетитное блюдо с виду. Это паштет из красной фасоли с грибами. Нормальный составчик, без сахара. Вот такое вот он. Вот я сейчас съем. Ну, такие покупочки. Курьер был очень симпатичный мальчик. Очень такой. В моем вкусе. Если вы хотите просто хороший состав блюда и непридирчивый ко вкусу, то нормально. А так вкус так себе. Всем привет. Сегодня покажу, что купила в магазине Перекресток и в магазине 7 шагов. Когда-то выбрала, чтобы из магазина Перекресток чеки приходили мне на электронную почту. Поэтому бумажные на качестве самослуживания у меня не распечатываются. Все равно вы будете это смотреть, когда, скорее всего, эти акции действовать не будут. Поэтому посмотрим. Если у меня будет время, то размещу и стоимость. Я купила вот такие сардельки для детей старше 3 лет. Почему я беру детские? Потому что у них состав лучше. Как правило, без ешек, без усилителей вкуса. Здесь в составе филе грудки индейки, свинина, вода, молоко, яичный меланж, соль пищевая, глюкоза, экстракты пряностей, мускатный орех, перец душистый. Все. Это я буду на работу готовить. И очень важно есть холодец. Когда я жила с родителями, они готовят холодец сами. Естественно, он не сравнится с магазином ни в каком смысле. Он лучше в миллионы раз на магазиново. Здесь, если мы зайдем, вот я видела, продается холодец в Дикси. Но там будет, опять же, консерванты, ешки и тому подобное. В перекрестке я, получается, эти сардельки и холодец купила по акции. Хороший состав и не так уж и дорого. Вот эта вот зеленая линия, холодец говяжий. И здесь бульон, мясо говядины, желатин, лук, соль, чеснок, перчик, лаврушка. Все. Понимаете? Хороший состав. Для чего нам надо есть холодец? Вот специально открыла. При суставных заболеваниях, проблемах с опорно-двигательным аппаратом, повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет и зрение. Это блюдо не стоит есть тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и подагрой. Ну и у кого лишний вес тоже нежелательно. Вот такая штука. Поэтому очень давно хотела, но не было нормального состава в магазинах. А тут еще и по акции, поэтому взяла. И купила в Перекрестке чай, вот такой хороший зеленый чай с кусочками манго. Обратите внимание, не с ароматом манго, а с кусочками манго. Он тоже по акции. То есть у меня все три товара по акции, потому что Перекресток, он такой недешевый магазин. И в принципе там вот если закупаться, то по акциям очень хорошо. Ну или найти высокооплачиваемую работу. И не заморачиваться, не глядеть на ценники, да. Чай китайский зеленый с манго. Значит порадует меня вкусом, стропическим, мягким освежающим вкусом, стропическими нотами манго. Благодаря кусочкам манго отличается изысканностью, нежным ароматом. Уталяет жажду, придает бодрость и силу. То, что надо. Бодрость и сила никогда не будут лишними. Вот такой чаек. Взяла две, потому что думаю, ну когда я еще куплю за такую цену, с нормальным составом, хороший чай. Очень редко такая возможность выпадает, да, друзья? И в семь шагов показываю покупки. Сыр там не найдешь нормальный? Ну хотя бы выбрала без консервантов. Что-то я это, заговариваюсь. Надо скороговорки читать при записи видео. Сыр. Тысяча озер. 120 рублей. Он такой, знаете, максимально нейтральный. Я хочу для... Меня на работе угощали огурцами, кабачками. И вот я кабачки буду тушить. А там вот я открыла рецепт. Запеканка. И для рецепта нужна, значит, это... Для рецепта нужен сыр. Ну вот, собственно, поэтому такой подойдет. Ой, сколько у меня тут. Петруша. 50 грамм. Петрушка. 30 рублей. Ой. Поматы черри. Они такие чумазики. Надо будет их помыть. Чумаза. 250 грамм. 80 рублей. От яблок такой аромат. Очень вкусно пахнет. Килограмм 676 грамм. 134 рубля. До этого я покупала тоже вот такие мелкие они были. Можно даже сказать, что есть... Наверное, такие же, да. Очень сладкие были. Надеюсь, что эти такие же. И без сладенького. Поэтому две упаковки изюма. 150 грамм. 70 рублей. 70 плюс 70. 140 рублей. Две упаковочки. Смотрите, как много мяса здесь. Хороший, думаю. Попробую сейчас. Да, очень вкусный. Вкус, как у домашнего. Хороший холодец. Вот какая красота. Привет всем. Сегодня сходила за сверчками. Потом прогулялась в парке. После этого зашла в перекресток. Потом в 7 шагов. Показываю, что купила. Сверчокусы. 80 рублей 75 копеек. Сегодня Александр Иванович приехал с дачи, угостил кабачком. И на работе угощала начальница с кабачками. И коллега тоже привозила. Угощала. Я вам показывала в прошлый раз. Сардельки такие же. Также еще остаются скидки. И холодец говяжий. Мне понравилось. Взяла еще. И невредные чипсы. Здесь только картофель, масло, растительное, морская соль. Все. Цикорий. Помимо цикория еще экстракт черники. Стоит он 59,99. В общем, 60 рублей. Палочки 13 рублей. Сливки 119 буду в цикорий добавлять. Отборное яйцо 90 рублей. Гречневая крупа в пакетиках 50 рублей. Сыр 120. Не очень люблю вот такое все. Любые кисломолочные продукты с пометкой легкий сыр, там, знаете, обезжиренный творог. Вот такое не люблю. Просто здесь в составе нет всяких консервантов и дешек, поэтому я его взяла. Во всех остальных есть. 70 рублей арахис жареный. Чуть-чуть, видите, даже пережаренный. Изюмчик мое спасение без сладкого. 140 рублей. И купила селедку. Она у меня вытянула на 50 рублей. Здесь, в отличие от той, которая в прессервах, да, там, опять же, состав не очень хороший. А здесь только сельдь и соль. Такая селедочка. Давно не ела, по-моему. Две штуки пиццы и чай. 500 рублей. Там у меня накопились додокойны и акция еще. Все. Сейчас это выкидываю, пиццу отнесу домой, угощу соседа. И там еще задание было от Додо. Пофотографировать в зале. За это дадут еще бонусы дополнительные 200 с чем-то. Все, ладно, я потопал домой. Чуризу. Фрэш мне понравилось больше, чем двойной цыпленок. Сейчас покажу цыпленка. А вот он, цыпленочек. Вот такой я чай попробовала. Мне понравился. Очень интересное послевкусие. Никогда не пробовала такой чай. Именно вот с таким составом. И вот это послевкусие солодка. Очень необычно, очень вкусно. Коллеги, у меня какие-то оценили. Я угощала. Другие сказали, нет, не очень. А мне понравилось так, что я заказала еще одну. И вот такой взяла попробовать. Еще не пробовала. Не могу ничего сказать. Заказала, короче, водички 5 литров сенежской. Чтобы самой не таскаться утром с магазина. И вот такую ветчину с идеальнейшим составом. Вот состав. Две штучки. И хлебушек обычный, донской. Без сахара. Добавил сахара.